Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 17 февраля. В этот день во всемирной истории. В 1370 году произошла битва войска Тевтонского ордена и Великого княжества Литовского при Рудау. В 1600 философ Джордана Бруно сожжен по обвинению в ереси на площади Кампо-дель-Фьоре в Риме. В 1854 родился Фридрих Крупп, немецкий промышленник. В 1863 родился Александр Головин, русский театральный художник. В 1863 основан Международный комитет помощи раненым, предшественник Международного комитета Красного Креста. В 1871 состоялся парад немецкой армии в Париже в честь победы во Франко-Прусской войне. В 1933 Сенат США принял закон Блейна. Начался процесс отмены сухого закона. 17 февраля 1370 года произошла битва войска Тевтонского ордена и Великого княжества Литовского при Рудау. К концу XIV века процесс христианизации литовских земель в основном завершился. Рыцари католического Тевтонского ордена прочно обосновались в Восточной Пруссии. Но, несмотря на это, они продолжали военный натиск на Прибалтику. Осенью 1369 года немцы разрушили замок литовского князя Кейстута на месте современного Каунаса. В ответ на это Кейстут и его брат, великий князь Ольгерд, предприняли поход на орденские земли. Они собрали силы, в состав которых помимо литовцев входили русские, жемайты и, возможно, татары. Воины по льду перешли Куржский залив и захватили орденский замок Рудау, расположенный недалеко от Кёнигсберга, одного из главных опорных пунктов рыцарей. Однако немцы от захваченных пленных заранее узнали о планах Ольгерда и успели подготовиться к битве. Уже на следующий день к Рудау выступило сильное войско по главе с великим магистром Тевтонского ордена Винрихом фон Книпроде. И великим маршалом Хенингом фон Шиндекопфом. В начале сражения удар рыцарей разбил литовцев на две части. Кейстут со своим отрядом обратился в бегство. А Ольгерд отступил в лес. Попытался там организовать оборону, а затем также отступил. Немецкие хронисты утверждали, что войска ордена одержали полную победу, а потери врагов составили до 5000 человек. Но это число, вероятно, сильно преувеличено. Известно, что у Ольгерда осталось достаточно сил, чтобы в том же году продолжить завоевание в Олыне, а в августе совершить поход на Москву. Потери немецкой стороны составили 26 рыцарей, включая трех Камтуров и маршала Хенинга фон Шиндекопфа. Битва при Рудау стала последним крупным военным столкновением Литвы и Тевтонского ордена в XIV веке. 17 февраля 1863 года в Москве в семье священника родился Александр Головин, театральный художник. В лечении к искусству он почувствовал еще участь гимназии. В 1881 году Головин поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи Ваяния и Зодчества. На протяжении своей учебы в этом заведении Головин познакомился с Левитаном, Коровиным, Архиповым, Остроуховым, Нестеровым. В 1898 году Московскую контору императорских театров возглавил Владимир Телековский. Он стал активно реформировать систему подготовки спектаклей на казенной сцене. Для начала он пригласил работать в Большой театр в качестве оформителей художников Коровина и Головина. Уже первые работы, декорации к опере Арсения Корещенко «Ледяной дом» и к опере Николая Римского-Корсакова «Псковитянка» оказались успешными. В мае 1901 года Телековский стал директором императорских театров в Петербурге. В город на Неве вместе с ним переехал и Головин. Тогда Головин и Телековский стали друзьями. На протяжении многих лет они постоянно работали вместе. В то время Александр Яковлевич находился в самой гуще культурной жизни северной столицы. Он был близок к кругу мира искусства. Целую эпоху петербургского бытия Головина составило его сотрудничество с Мирхольдом, которого в 1907 году взял на работу Телековский. Десять лет Головин и Мирхольд трудились вместе, став близкими друзьями и в частной жизни. Орфей и Эвредика Глюка и маскарад Лермонтова – самые яркие плоды их совместного творчества. Несколько выдающихся работ Головин создал для спектаклей, показанных во время дягилевских русских сезонов в Париже. Особенным успехом стали выполнены в 1910 году декорации к балету Стравинского «Жар птица». Тонкое узорочье грандиозного задника, таинственное мерцание красок оказались удивительно созвучны изысканной музыке балета. В 1912 году Головин стал действительным членом Академии художеств. В это же время у него обнаружились первые признаки серьезной сердечной болезни, и врачи посоветовали Александру Яковлевичу покинуть столицу. С 1913 года он жил в Царском селе. Эпоха, которая была как будто специально создана для Головина, окончилась в 1917 году. Октябрьская революция изменила весь ход жизни России, унесла она и изысканную культуру Серебряного века. В театре заговорили об упрощенном искусстве для народа. В Одессе, куда приехал художник в 1925 году, состоялась знаменательная встреча Головина со Станиславским. Результатом стала совместная работа надженить Байфигара Бомарше. В 1927 году в художественном театре блестяще прошла премьера спектакля. Сам же художник не смог попасть на премьеру из-за болезни. Эта премьера была последним триумфом Головина. Великий театральный художник был и незаурядным станковым живописцем, написавшим много портретов в основном людей из своего окружения. Большой известностью пользуются его портреты Федора Шаляпина в ролях Мефистофеля, Аллаферна и Бориса Годунова. Головин был автором замечательных пейзажей и натюрмортов, исполненных в очень индивидуальном, с немалой долей декоративности, стиле. 17 февраля 1863 года был основан Международный комитет помощи раненым, предшественник Международного комитета Красного Креста. Главным инициатором создания этой организации стал швейцарский предприниматель Анри Дюнан. В 1859 году он стал случайным свидетелем битвы при Сальферина между Объединенными войсками Франции, Пьемонта и Сардинии с одной стороны и Австрийской армии с другой. Дюнана потрясло зрелище кровопролития и человеческих страданий. После возвращения в родную Женеву он написал книгу «Воспоминания о битве при Сальферина» и решил сделать все возможное, чтобы в дальнейшем уменьшить страдания воинов. В основании Международного комитета помощи раненым, кроме Дюнана, участвовали еще четыре женевца – генерал Геом Дюфур, филантроп Гюстав Муанье, а также врачи Луис Апиа и Теодор Монуар. Первым президентом комитета был избран генерал Дюфур, секретарем Дюнан. Уже в октябре того же года в Женеве состоялась международная конференция, в которой участвовали представители 14 стран и четырех благотворительных организаций. Она приняла ряд важных рекомендаций, касающихся облегчения участи участников боевых действий. Было решено создать в каждой стране добровольные комитеты по оказанию помощи раненым, добиться неприкосновенности для врачей и санитаров, оказывающих помощь раненым. В 1876 году комитет получил новое название – Международный комитет Красного Креста. В качестве его эмблемы был выбран швейцарский флаг, в котором поменяли местами цвета. Цвет красного поля был изменен на белый, а цвет белого креста – на красный. В мусульманских странах позднее место Красного Креста начали использовать красный полумесяц. В России первая организация в рамках движения Красного Креста «Общество попечения о раненых и больных воинах» была создана в 1867 году, а в 1879 она стала называться Российское общество Красного Креста. В 1901 году Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премией мира. Позднее ее трижды удостаивался и весь Международный комитет Красного Креста. В наше время в движении Красного Креста и полумесяца участвуют почти 100 миллионов человек по всему миру. 17 февраля 1933 года Сенат США принял закон Блейна, начался процесс отмены сухого закона. Самые ранние движения протеста против алкогольной продукции и ее распространителей начались в Америке еще в конце 18-го столетия. Наиболее активно за всеобщую трезвость выступали приверженцы некоторых протестантских течений, в частности, пресвитериане и квакеры. К 1914 году употребление алкоголя было законодательно запрещено в 15 штатах, которые называли сухими. В том же году Конгрессом был принят акт о запрете перевозки крепких напитков в сухие штаты или через их территорию. После вступления США в Первую мировую войну сухими стали уже 36 штатов из 48. Правда, 12 штатов, которые оставались мокрыми, были наиболее индустриально развитыми и населенными. Приверженцы антиалкогольной кампании выдвигали самые патриотичные аргументы и проповедовали протестантские догмы. В них говорилось о том, что необходимо повышать моральный уровень жизни широких масс населения путем запрета или, по крайней мере, существенного ограничения употребления алкоголя. Эти доводы постепенно убеждали тех, кто сомневался в целесообразности сухого закона. Вдобавок, большинство пивных и спиртовых заводов США принадлежало немцам. Кроме того, быстрое распространение автотранспорта и рост несчастных случаев из-за нетрезвого состояния водителей тоже стало весомым аргументом пользу внедрения сухого закона. С июля 1919 года на территории США была полностью запрещена продажа спиртных напитков, а в январе следующего года вступила в силу 18-я поправка Конституции США. Она официально запретила производство, продажу и транспортировку алкоголя по всей стране. Однако на практике сухой закон способствовал образованию огромного нелегального рынка производства и распространения спиртных напитков, которые контролировала организованная преступность. Рост числа алкоголиков в стране лишь ускорился. Процветали коррупция и бандитизм. После прихода к власти Демократической партии в 1932 году начался постепенный процесс отмены сухого закона. Начало положил законопроект, внесенный сенатором от штата Висконсин Джоном Блейном. Ключевым событием в легализации спиртных напитков стала принятая в декабре 1933 года 21-я поправка Конституции США, отменявшая 18-ю поправку. Но на уровне отдельных штатов ограничения в распространении алкоголя сохранялись до 1966 года. Летопись веков. Это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова